Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман, и это ежедневный обзор основных инструментов валютной пары индексов на предстоящий день. Вторник, 15 августа, и давайте посмотрим, что у нас на текущий момент происходит на рынке. Начнем, как всегда, наш обзор с пары евро-доллар. По паре евро-доллар мы видим краткосрочное нисходящее движение. Основное направление остается на укрепление после преодоления максимальных значений, которые мы видели в конце прошлой недели. Поэтому на текущий момент сценарий на развитие покупок будет актуален до тех пор, пока пара торгуется выше. Минимальные значения, которые были зафиксированы 11 августа, это отметка 1.1745. Если пара сможет закрепиться ниже данного уровня, то вероятно уже продолжение нисходящего сценария. Но ближайшая цель для укрепления располагается в области максимальных значений, которые мы видели в начале августа, отметка 1.1887. Пара британский фунт, американский доллар продолжает торговаться в диапазоне. Мы это видим уже последние несколько торговых сессий. Поэтому, если говорить о возобновлении покупок и о движении в область 1.3243, целевая отметка, то здесь нам нужно увидеть обновление максимальных значений в области 1.3028. Закрепление выше данного уровня уже подтвердит сценарий на продолжение покупок в сторону основного тренда и на движение в область 1.132. В свою очередь, если пара сможет закрепиться ниже минимальных значений, которые мы видели в предыдущие несколько торговых сессий, это отметка 1.2950, то тогда уже вероятно развитие нисходящего сценария с цельным движением в область 1.2830. Пара австралийский доллар, американский доллар на текущий момент находится в восходящем движении. Мы корректируемся, сейчас торгуемся уже вблизи минимальных значений, которые были вчера. Если говорить о продолжении нисходящей тенденции по данной паре, то здесь нам нужно увидеть закрепление ниже отметки 0.7838. Это минимальное значение, которое было 11 августа. Пробой этого уровня и закрепление за ним возвращает нас к продажам. Пока торгуемся выше данного уровня, основной приоритет остается на покупке и движении в область 80.34. Пара американский доллар и японская иена продолжают укрепляться. Американский доллар по отношению к японской иене сегодня с утра уже смогли преодолеть максимальные значения 10 августа. И пара на текущий момент движется в область максимальных значений отметка 110.89. Вполне вероятно завершение данного восходящего движения в этой области и продолжение нисходящего уже тренда в рамках часового таймфрейма в сторону уже более крупного. Преодоление отметки 111.02 уже вернет нас к среднесрочным покупкам по данному активу. Но сейчас то движение, которое мы рассматриваем, является больше коррекцией в рамках более крупного нисходящего тренда. Пара американский доллар и канадский доллар также торгуются в боковом диапазоне. Для продолжения покупок по данному активу нам необходимо увидеть закрепление выше отметки 1.27.49. Это максимальное значение, которое было 11 августа. В свою очередь возвращение к продажам произойдет в том случае, если пара сможет закрепиться ниже минимальных значений, которые мы видели вчера и в пятницу. Это отметка 1.26.67. Тогда у нас уже открывается цель в область снижения в область 1.24.16. Пара евро-фунт сегодня с утра пытается закрепиться ниже минимальных значений, которые мы видели вчера. Это отметка 1.96. Если евро-фунту это удастся, то тогда уже возможно развитие альтернативного сценария коррекционного снижения по данной паре. На текущий момент основное направление, основное движение остается на укрепление. Целевая область это отметка 1.90.96. Закрепление за этим уровнем уже возвращает нас к покупкам и движениям в область 1.91.92. Золото на текущий момент продолжает корректироваться. Вчера торговались вблизи минимальных значений 11.08. Смогли закрепиться ниже этого уровня уже сегодня с утра. И на текущий момент мы видим развитие альтернативного нисходящего сценария по данному активу. Напомню, основное направление остается на укреплении золота. Поэтому сейчас мы видим заход на коррекцию с последующим уже завершением коррекционного движения. Вновь рассматривать ситуации на покупке по данному активу. Сейчас на текущий момент мы корректируемся. Возврат к покупкам с текущих уровней произойдет в том случае, если золото сможет закрепиться выше отметки 1.291.00 за тройскую унцию. Те уровни, которые будут сформированы уже по ходу движения, мы будем разбирать на наших следующих видео обзорах. Нефть марки Brent продолжает снижаться. Движемся уже в сторону основного тренда. Целевая отметка это область 47.78. Вчера мы смогли обновить минимальные значения 11.08. То есть значение пятницы. Доходили до минимальных значений в области 50.72. Возврат к покупкам произойдет в том случае, если нефть может закрепиться выше максимальное значение, которое мы видели вчера. Это отметка 52.50. И тогда уже цель по движению будет область 5381. По индексу DAX на текущем мы видим продолжение коррекционного восходящего движения. Оно будет оставаться коррекционным до тех пор, пока индекс торгуется ниже отметки 12.322. Это максимальный значение, которое мы видели 8 августа. Основной сценарий остается на продажу. Тот нисходящее движение, которое мы видим в рамках 4-часового таймфрейма, дневного таймфрейма, остается в приоритете. Ближайшая цель по снижению это область 11.920. Закрепление ниже этого уровня уже возвращает нас к продажам и движение в область 11.000. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание. С вами, как всегда, был Исаков Роман. Если вам понравилось видео и оно было для вас полезным, то ставьте лайк. Ваши вопросы оставляйте в комментариях к этому видео. И уже увидимся на следующих обзорах. Всем желаю хорошего торгового дня и до завтра.